Всем привет! Меня зовут Мария. Добро пожаловать на мой канал. И если вы, может быть, как-то следите за моим каналом, то вы заметили, что у меня изменился ник уже какое-то время назад. Я изменила ник на Molly Smith, потому что я под ним обычно фигурирую где-то на парфюмерных сообществах, например, на Fragrantique, на Parfum ODE. И раз уж я несколько изменила тематику своего канала и чаще стала говорить о парфюмерии, то я решила привести ник тоже в соответствии, чтобы люди как-то меня узнавали здесь. И, кстати, говоря о Parfum ODE, я недавно зарегистрировалась на этом немецком форуме. Тоже форум парфюманьяков, нечто похожее на Fragrantique. Там есть тоже информация о парфюмах. И там есть форум. И почему я решила это сделать? Потому что я решила попробовать более активно обмениваться отливантами, может быть, какими-то флаконами, продавать, может быть, что-то попытаться или там покупать. И, естественно, это удобнее делать по месту жительства, потому что если я общаюсь на русскоязычной где-то, Fragrantique, то там люди из постсоветского пространства в основном. И, естественно, что отправлять, и посылки туда нереально. И, естественно, с немцами в Германии это удобнее делать, но если вы не в курсе, я живу в Германии. И плюс к тому же мне было интересно пообщаться и с немцами на немецком форуме, потому что я, в общем-то, ни на каком немецкоязычном форуме на данный момент не общаюсь. И интересно было влиться и, может быть, даже найти каких-то, может быть, знакомых в Берлине, так как они тоже устраивают встречи парфюмальяков, но, естественно, не во время короны. Посмотрим, как дальше пойдет. Ну и сегодняшнее видео как раз непосредственно связано с этим сайтом Parfum.odm. Я внизу, кстати, оставлю на него ссылку. Если вы вдруг живете в Германии, регистрируйтесь и давайте там общаться, может быть, как-то обмениваться. Ну вот, я там зарегистрировалась совсем недавно, успела уже там купить отливант и еще поучаствовать в таком розыгрыше. У них люди на форуме, у них есть тема, где люди часто разыгрывают ненужные, неподошедшие парфюмы, отливанты, пробники и так далее. И раздают просто случайным людям, так сказать. И я поучаствовала тоже в таком розыгрыше. Там был набор пробников отливантов, вернее, сюрпризов. То есть просто там, знаете, как пишут, что я хочу тоже поучаствовать, и каждый получает номер, и в итоге говорят, кто выиграл. Ну вот я выиграла один из таких случайных наборов. И организатор женщины, к сожалению, я забыла ник и не посмотрела перед видео. Спасибо большое. Она также спросила у всех, какие направления парфюмов им нравятся. И я написала, что мне нравятся фруктовые и пудровые. И вот что-то мне такое прислали. Ну я посмотрела так вкратце. Тут есть и цветочные парфюмы, есть и какие-то вот, есть мужской, кажется, парфюм. Но есть и пудровые такие вот фруктовые, как я попросила. И сейчас будет видео с таким вот занюхом сюрпризом. Я понятия не имею, что тут за парфюмы. Я ни с одним из них не знакома. Некоторые названия я слышала, естественно, некоторые вообще даже не слышала. Я себе на бумажечку вот здесь вот записала все названия полные. И вкратце мужской, женский, унисекс. Может быть, какие-то основные ноты выписала. Но я специально не читала никаких комментариев. И я поэтому не знаю, в общем-то, чего ждать. Вот у меня тут подготовлены блоттеры. И да, кстати, я вам покажу. Вот мне прислали вот так вот. Оно тут на открыточке такое вот прикреплено. Ну и без лишних разговоров давайте посмотрим, что же мне прислали, собственно. Итак, первый парфюм. Я просто записала себе тут номера. Номер один это марка Fragrances of Ireland. Парфюм называется Connemara. Это должно быть что-то цветочное и пудровое. Как раз, как я написала, что мне нравится. Это будут у меня просто первые впечатления. Так, сейчас, чтобы не перепутать главные номера. Слушай, где-то похоже на что-то очень похоже. Не совсем. Он такой немножко как бы ретро, но в хорошем смысле, знаете. Как запах цветочного мыла немножко, но более богатый. Похож на какой-то классический парфюм. Я просто не очень по цветочным именно парфюмам. Я поэтому не так хорошо их знаю. Как будто что-то из Estee Lauder может быть. Пудра, но больше вот скорее даже цветов. Я, конечно, сейчас вам так расскажу все про ноты. Я тут такой специалист. Все ноты своим носом распознаю. Нет. Что-то очень напоминает. Вот нет, не Шанель, наверное. Есть немножко мыльца, но совсем капля. Именно вот в смысле такого мыла душистое, цветочное. Цветы. Знаете, я, наверное, все-таки найду на фрагрантике, чтобы можно было вам больше рассказать. Конемара. Ну, роза, естественно, фиалка. Ну, это понятно, да, так как это пудра. А, ну, гвоздика. Вот эта вот ретро нота, это гвоздика. То есть я вообще-то люблю цветок гвоздики, как он пахнет в натуре. В парфюмах тоже его люблю. Но он придает часто именно ноту ощущения некого ретро. Не обязательно в плохом смысле без сундуков и бабушек, знаете, а именно такой, что парфюм несколько из там, из прошлого. Ну, да, вот фиалка, роза, гвоздика, мимоза, ландыш, белая фрезия. Сладковатый, потому что ваниль в базе, персик. А, ну, конечно, он похож на кинзо флауэр, точно. Точно похож, но кинзо более пудровый, более резкий. У него пудра именно как густая, знаете, в нос. Так забился, забился вот этот вот порошочек в нос. Хотя кинзо флауэр мне тоже нравится. Ну, конечно, да. А этот более свежий, более влажный, более цветочный аромат. Нравится. Ну, я отложу пока, и потом продолжим, пусть он так немножечко развеется. Следующий аромат. Марка читается, не знаю, LTPV, наверное, по-французски. Piver, нет, наверное, Piver. Cedre. Это вообще мужской аромат, аромат с кедром. Я с кедром не особо дружу, но посмотрим. Ой, мимо, прескаю. Так, кедр. Cedre, Cedre. Я прям какие-то почули чувствую. Слушайте, сейчас я тоже найду на фрагрантике. Прямо каким-то, ну, не Томом Фордом повеяло, но какие-то деревяшки. Ну да, почули тут есть. Розовый перец без бергамоты, рис лаванда, белый кедр создал, почули мускус. А похоже на... На что похоже? L'instant du gardin pour homme. Ну, кедр, да, дерево. Таким поленом смолистым по голове. Ну, я почули еще чувствую. Надо на моего, на моего бойфренда, жениха побрызгать. Я вообще не очень люблю вот эти мужские ноты, такие, знаете, мужской одеколон. Но при этом я люблю... Вот на мужчине моем такие ароматы особенно хорошо раскрываются. Вот то есть я нюхаю там с блоттера или с себя, и думаю, боже мой, какая гадость. Брызгаю на него, о боже, какая прелесть. Это ему очень идет. То есть я ему не могу подобрать, например, аромат вот так вот сама, потому что то, что на нем хорошо сидит, мне особо не нравится с блоттера. Надо будет на него побрызгать. У меня почули хорошо здесь слышу, именно. Густой аромат, именно такой вот основательный, знаете, не свежак, ничего такого свежакового здесь нету. А именно дерево густое, какое-то смолистое и почули. Вот что я больше всего слышу. Надо на него будет попрызгать. Следующий. Диор. Это Буа Доржан. Унисекс. Тоже что-то пудровое. Да, я Диор. Я тоже с этими не особо знакома. Знаете, со всеми этими эксклюзивными линейками Диоров. Потому что они не везде стоят в магазине. Идти в бутик какой-то Диор не всегда как бы возможность. И знаете, как всегда там стоят три консультанта, и ты заходишь там пусто, и они все к тебе подходят и говорят, а что вам попрызгать? А чем вы интересуетесь? А что вы хотите купить? А ты такой, я ничего не хочу купить, у меня денег нет. Ну что-то... Сейчас у меня в носу как будто дерево еще от прошлого аромата. Сейчас я открою будет Буа Доржан. Кристиан Диор. Ну это, наверное, современная версия. Но дерево я слышу. Нет, все-таки здесь дерево есть именно. Это не глюки у меня. Я тут поставила себе воду, чтобы, знаете, смыть как бы предыдущий аромат, чтобы не мешали с носу. Дерево слышу. Но тут правильно. Ирис, кипарис, ягоды можжевельника, мира, почулия. То есть пудра-пудра, но это такая вот очень деревяшестая пудра. Действительно. Дерево. Дерево и пудра. Да, в общем, сделали пудру из дерева. Перемололи. Знаете, когда... Да, взяли такие деревяшки, тоже смолистые, смололи в пудру. И потом так... Косметическая пудра из этого всего. Амбра. Ну, вот дерево я не очень люблю. В таком вот виде. Что прям дерево-дерево. Это унисекс. Надо, опять же, на мужчину побрызгать. И посмотреть. Я, правда, редкость что на него брызгаю, потому что он обычно ничем не пользуется. И он вообще запахов не слышит. И поэтому как-то нет смысла для него это делать. А для себя, знаете, это надо время подобрать, чтобы вот как-то была возможность его нюхать. А сейчас зимой, например, ну или осенью-зимой, да, все ходят в одежде, ничего не слышно аромата особо. Дома я так не люблю, чтобы вот от него сильно пахло. Поэтому редко получается. Следующие вообще неизвестные мне. Тристану. Онофри. Онофри. Фам. Для женщин. Тоже что-то цветочное. Я потом напишу внизу, что это. Подпишу и оставлю ссылки на все ароматы. Тоже что-то такое немножко как будто ретро. Что-то мне все такое. Знаете, я из вот этих пробников, вот чтобы я носила, пока что это первый вот конемара, который похож на кинзофлауэр. Потому что кинзофлауэр мне тоже нравится. А этот... Тристану. Онофри. Что это вообще за марка? Ну да, 90-е годы. Знаете, вот они и многие эти ароматы из 90-х, которые не стали такими вот хитами. И все как-то на одно лицо немножко. Ну вот здесь цветы разные. Апельсиновый цвет, тубероза, жасмин, ирис, роза, ваниль, мох, пачули. Ну да, шипровость. Почему я опять слышу какое-то дерево? Может быть, это все мне тут мешает. Такая вот база. Тяжеленькая. Ямбра, туты. Пачули. Больше всего слышу и цветы. Такое бело-цветочное... Знаете, такой... Ну вот, бело-цветочная композиция, которая тебя так... Бум! Да, такое типично для женщин. Ну, конечно, это на коже надо поносить. Я все попробую поносить и потом обновлю свои впечатления. Ну, такое тоже. Не мое. Буду, наверное, потом опять это отдавать через сайт Parfumade. Так, следующий. Следующий, следующий. Это у нас Atelier Cologne. Jasmine Angelica. Так, ну, Atelier Cologne я пару раз что-то нюхала, и они более современные, по крайней мере. Я надеюсь, что это будет что-то более в моем стиле. Вообще, я люблю ароматы некоторые из девяностых, типа поэмы. Там, Трезор мне нравится. Есть у меня такие кинзо, вот слон. Он, по-моему, тоже из девяностых. Ну, в общем, есть у меня фавориты, любимчики, но многие ароматы, они для меня как-то тяжеловаты. О, так. Вот, что-то другое. Более легкое и воздушное. Чувствую цитрусы. Так, Atelier Cologne у нас. Я вообще недавно заходила в нишевый бутик такой небольшой. Мы были в Потсдаме, и там оказался нишевый бутик. И я понюхала, давно я хотела тубероза, как там, кофе, кафе, тубероза, в общем, кофе тубероза. И вот начало раскрытия вот мне очень понравилось, а потом оно стало просто сладкое. Вначале вот действительно было вот очень похожее ощущение, такая легкость и какие-то цитрусы, а потом оно стало просто сладкое. И мне это не очень понравилось в итоге. А вот начало было прям прелесть. Так, ну тут Ангелика, да, лимон и китайский перец. Да. Лимон больше всего чувствую. И что-то там на фоне такое немножко фруктово-цветочное. Но лимон пока. Пока лимон. Надо, наверное, подождать. Знаете, я, наверное, сделаю два видео, чтобы не было слишком длинно. Я вам сейчас рассказала про пять ароматов, и в следующем видео будет еще пять. Я просто сейчас еще раз их так вот занюхаю. Коннемара. Вот этот мне нравится. Определенно буду носить. Он действительно, да, как кинзо флауэр, вот все еще так вот. Но более легкий, более какой-то свежий, влажный, не такой тяжелый, не такой резкий, нежный. Нравится. Нравится. Такой даже, можно сказать, летящий аромат. Хотя есть как будто это ощущение ретро, не совсем такого старинного ретро, но есть. Но нравится мне. Я думаю, на коже должен прямо быть еще лучше. Фаворит номер один. Это у нас пиве, лт пиве, я думаю, так читается, кедр. Ну, кедр. Смолы, кедр и пачулька. Такое прям тяжелое. Мне, знаете, кедр не нравится, даже не сам вот аромат мне не нравится, а то, что он у меня в больших количествах вызывает головную боль. И не могу я. Вот даже аромат мне очень нравится в Дольче Вита, но там в базе кедр. И если им переборщить, он у меня может немножечко вызывать головную боль. Хотя вообще аромат просто прекрасный. Ну, вот с кедром не очень. Так, это у нас Диор Буа Доржам. Стало лучше. Вот эта древесность как-то приглушилась и осталась нежная пудрочка, слегка сладковатая такая, ирис, да. Как бы, опять же, вот телесный, не телесный, а в том смысле запах, что, скорее всего, если нанести на себя, будет сливаться с ароматом кожи. Да, этот мне тоже нравится. Хотя, возможно, он какой-то такой легкий. Может быть, он будет слишком, знаете, ну, не шлейфовый, а такой для себя. Ну, посмотрим. И он еще немножко пахнет витаминками, вот этими желтыми. Мне, кстати, в детстве нравился очень аромат витаминок. Вот есть такая нота витаминок желтых, всяких вот этих, знаете, гингивит, или как они там назывались. Так, Tristano Ono Free, FAM. Сейчас слышу больше именно шипровой вот этой вот базы, да. Такая типичная шипровая база из 90-х вылезла. Какой-то вот эти мох, пачули, и там цветочки сверху. Ну, не совсем мое, конечно, однокожие попробовать, может быть, потому что шипры многие, а я их, когда начинала открыть свой путь, я их тестировала на бумаге, на блотере, и думала, фу, какая гадость, что это? И как это люди носят? Если на шипры часто на блотере звучат как-то неполноценно и очень резко, а потом я стала их наносить на себя и поняла, что многие шипры именно на мне звучат просто великолепно. Тот же какой-нибудь Y или Y от Yves Saint Laurent, он на бумаге мне не нравился, а вот на себе я нанесла и просто прекрасно или там ну и в общем разные какие-то я пробовала, они на бумаге не очень, то есть надо попробовать на себе, может быть, он и раскроется. Ну, потому что сейчас в принципе я бы не сказала, что он какой-то уникальный, вот какое-то собирательное впечатление от шипров с цветами. Это Le Cologne. все еще лимон. Лимон. Да, опять же, надо попробовать такой сладковатый. Лимон и как будто какие-то фрукты, ну тут инжир в нотах написан. В общем, надо на себе поносить и посмотреть, как он раскроется, потому что вот когда я тестировала туберозу кафе, туберозу, да, вот этот аромат, он в начале был как бы вот запах кофе, даже не такой он был сладкий, он был горький более, а потом что-то такое сладкое вылезло и все. В общем, посмотрим. Это была первая часть моего разнюхивания сюрприза. В следующем видео будет вторая часть. Я его выложу через несколько дней, может быть, не буду ждать неделю, потому что сниму я сейчас, конечно же, а может быть, выложу дня через 3-4. Посмотрим. Спасибо за внимание, ставьте лайки, оставайтесь с нами, будем смотреть и нюхать следующие вот пробнички. там будет Dior и House of Wood и Ormond Jane, в общем, интересные. Nobel 1942, всякое такое вкусное, что меня очень интересует. И спасибо, подписывайтесь, всем пока и до новых встреч через несколько дней. Лайки туда. Пока.